Мечты сбываются и не сбываются. 15-летний школьник, расстрелявший с травматического пистолета 4 девочек, гризал о карьере полицейского. Кстати, его папа, бывший начальник районного отдела МВД Екатеринбурга. Как парень принял девочек за живую мишень, лайфу в красках рассказали сами пострадавшие семиклассницы. Очень, очень, очень большую боль. Мне было очень больно. Было очень больно. Как бы у меня сразу пошли слезы. Как бы у меня еще была кофта на мне, но рукава были задернуты. То есть мне попало сразу на голую руку. Вот. Я сразу пошла домой. У меня бежала кровь немножко. Вот. У меня такой кружочек, и там вокруг синяк. У меня как бы синяк такой, и вот здесь маленькая как бы уже ранка такая. Я сначала подумала, что мне там что-то через стены укололось, а потом я только поняла, когда мне другие девочки сказали, что это стрелял их знакомый. Я чувствовала себя живой мишенью, наверное, что в меня стреляло. Ну что ж, каким будет финал этой истории? Давайте обсудим с Евгением Корчагой, адвокатом, председателем коллегии адвокатов Старинские Корчага и партнеры. Евгений Викторович, я вас приветствую. Как вы думаете, можно уже поставить мальчику и его семье крест на смелых мечтах подростка стать все-таки доблестным сотрудником полиции? Вот родители его, кстати, говорят, ну подумаешь, ничего особенного. Дети просто играли, ничего не произошло. Я надеюсь, что крест на его карьере, как сотрудника полиции, будет поставлен по нескольким причинам. Мы прекрасно понимаем, что если он в 15 лет стреляет по живым людям из пневматического пистолета, то нет никакой гарантии, что мы не получим второго майора Евсюкова, который, получив боевой пистолет, не начнет стрелять по гражданам. Кроме того, здесь необходимо рассмотреть еще степень тяжести, причиненного девочкам здоровья. И если она будет признана медиками средней тяжести, то мальчику может грозить не просто постановка на профилактический учет, а уголовная ответственность, потому что уголовная ответственность за причинение средней тяжести вреда здоровью наступает с 14 лет. Евгений, минуточку, подождите. То есть, если медики скажут, что это ерунда, просто царапина и синяк, то мальчик может выйти сухим из воды. Я вас правильно понимаю? К сожалению, уголовная ответственность в данном случае, скорее всего, не наступит. Дело в том, что статья 20 Уголовного кодекса устанавливает, что с 14 лет уголовная ответственность за хулиганство наступает только по квалифицированным составам. То есть, если бы он применил взрывчатку, либо если сопротивлялся представителю власти. По первой части уголовная ответственность наступила бы для него только с 16 лет. И поэтому, если состояние здоровья девочек, слава богу, будет нормальным, то он отделается постановкой на профилактический учет в органах внутренних дел. Ну и действительно, скорее всего, на его карьере в дальнейшем будет поставлен крест. Потому что для того, чтобы поступить в полицию, проводится спецпроверка. И направляются запросы, в том числе и по месту жительства, чтобы выяснить, как вел себя потенциальный кандидат, не состоял ли он на учете. В данном случае, учитывая огласку и общественный резонанс, будем надеяться, что ему не удастся просочиться сквозь серьезное горнило проверки. А давайте с человеческой точки зрения, я не знаю, папа ли вы или нет, есть ли у вас дети, но тем не менее. Двое детей. Давайте с этой точки зрения, как вы, как отец, рассуждаете, какой закономерный вывод из этой ситуации должен быть? И кто должен принять какие меры? Может быть, родители, закон, ну неважно в целом ваше мнение. Я считаю, конечно же, первый вопрос это к родителям. У меня у самого двое детей, и младший почти 11, старшему почти 16. То есть, я сам воспитываю их, в первую очередь, в уважении к таким же, как они, и к другим гражданам. Здесь четко видно, родители, видимо, либо были очень сильно заняты на работе, папа начальник отделов медицинской охраны, мама не знаю, кем работала. Но, откровенно, они воспитали просто какого-то звереныша, если, конечно, настолько жесткое выражение можно применять, к ребенку. Ребенок-то, может быть, в силу того, что взрослые его не воспитали, виноват, конечно, но виноват уже во второй очередь. Хотя 15 лет, на мой взгляд, это тот возраст, когда уже надо начать нести ответственность за свои поступки. Евгений, ну папа там бывший начальник. Если я ничего не путаю, вот такой еще аспект. Давайте рассмотрим. Если помните школьного стрелка Сергея Гордеева, так он тоже, если память меня не подводит, был сыном сотрудника правоохранительных органов. По-моему, папа там имел отношение к МВД. Вот как вы думаете, есть ли параллель между двумя этими историями, хотя бы в той части, что у одного оказалось в руках оружие только боевое, но у другого в данном случае, что называется, бог упас этих девочек от более жестокой, может быть, расправы? Сложно сказать, есть ли прямая параллель, однако я могу отметить, что наличие в семье сотрудника правоохранительных органов, ну в том числе, я могу сказать, в моем предыдущем опыте работы я также 10 лет служил в органах внутренних дел, оно всегда накладывает дополнительную обязанность разъяснять своим детям и своим близким, что оружие это огромная ответственность, и в первую очередь не допускать того, чтобы у ребенка оказалось какое-либо оружие, неважно, это пневматическое оружие, либо, не дай бог, боевое, без контроля со стороны взрослых. И тогда последний вопрос, смотрите, пока, насколько я понимаю, этому делу не дали ход, мальчик-подросток упрашивает родителей девочек все-таки спустить это как-то на тормозах, дескать, мне еще жить, еще карьеру строить, а вообще есть ли срок давности по подаче заявлений, если все-таки пострадавшая сторона будет на этом настаивать? Время-то идет, девочки вроде как уже забывают о пережитом, как вы думаете? Срок давности есть не по подаче заявления, а по привлечению к уголовной ответственности, родители могут подать заявление в отношении своих детей и через месяц, и даже через год и больше. Поэтому, если все-таки желание подать заявление в правоохранительные органы у них возникнет, они этим правом, конечно же, воспользуются, его реализуют. Но самое главное, чтобы помимо ответственности этот ребенок сделал выводы, и неважно, кем он будет в дальнейшем, надеюсь, все-таки в правоохранительные органы он не пойдет, и сам передумает, и не дадут ему, выберет какую-то более миролюбивую профессию, чтобы он для себя сделал соответствующие выводы и стал нормальным, достойным человеком. Спасибо вам, что разъяснили, как специалисты, как папа, самое главное. На прямой связи со студией был адвокат Евгений Корчага.